Итак, друзья, всем доброго утра и прекрасного настроения. Продолжайте смотреть программу «Утро на Енисея» или, может быть, кто-то к нам недавно присоединился, то подскажем действительно самая ранняя, самая лучшая программа на всем белом свете. Да, да. Мы скромные. Александра Юрьевна сегодня здесь присутствует. И Сергей Даниленко. И мы здесь, в этой студии, не одни. И, кстати говоря, собрались по очень серьезному поводу. Лет, конечно же, наступило. И, собственно говоря, хочется поговорить о том, где можно в городе отдохнуть. Ну и сделать это, конечно же, безопасно. Именно для этого мы позвали Светлану Солощенко. Она начальник отдела надзора по коммунальной и радиационной гигиене управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Собственно, хотим от вас как раз и узнать о том, насколько готовы в Красноярске пляжи к новому сезону. Мы-то к ним готовы всегда, а вот они к нам готовы ли нас принимать? И какие? На территории города Красноярска в настоящее время выделены 4 зоны рекреации, которые определены нормативными актами органов местного самоуправления. Это излюбленные места посещения горожан остров отдыха, остров Татышев. Это пригород озера в районе поселка Емельянова, это карьер в районе Березовки и Красноярское водохранилище, правый берег, Мельницкое лесничество. Если говорить о наличии санэпидзаключений и возможности использования зон рекреации, то в настоящее время выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии с санитарным правилам и нормам и условиям безопасного использования водного объекта краевому государственному автономному учреждению Центра молодежных инициатив «Форум», которое уже на протяжении многих лет использует зону рекреации «Мельницкое лесничество». Это зона полностью готова. Я хочу отметить, что данные учреждения на протяжении многих лет используют данную зону рекреации и в настоящее время еще до начала сезона, а у них первый заезд 9 июля, они имеют санэпидзаключение, которое свидетельствует о том, что качество воды, качество песка, эксплуатация зоны рекреации, ее оборудование и содержание соответствуют тем требованиям, которые предъявляет санитарное законодательство. Хуже обстоят дела по другим зонам рекреации. По пляжу на острове отдыха, к сожалению, в настоящее время выдано санэпидзаключение о несоответствии санитарным правилам и нормам. По следующим основаниям, это качество воды не соответствует по геническому нормативу водородный показатель. Кроме этого, автопарковка расположена на расстоянии менее нормативного и организацией не осуществляется производственный контроль. Хотя необходимо отметить, что производственный контроль включает в себя очень много вопросов, которые должны быть решены до начала купального сезона. И прежде всего, это качество воды, водного объекта, качество песка на прибрежной зоне. Причем они нормируются по микробиологическим показателям, паразитологическим показателям, по содержанию вредных химических веществ. И песок даже нормируется по зонотомологическим показателям. Вот она подскажет, что у нас есть звоночек. Доброе утро. Скажите, откуда к нам дозвонились? Как зовут вас? Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я из города Красноярск. Подскажите, пожалуйста, вопрос номер один. Где можно купаться в пределах Красноярска? Второй вопрос. Почему в соцсетях видела людей, которые цепью красной покрывались после того, как искупались в пределах Красноярска? Это второй вопрос. И третий. В связи с чем у нас нельзя в некоторых местах купаться? Почему загрязненные? Что случилось с водой? Да, спасибо вам, Елена. Давайте по порядку. Значит, первый вопрос был. Где можно в черте города купаться? В настоящее время ни одна зона рекреации в черте города не имеет санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии с санитарным правилам и нормам. Поэтому я предлагаю населению чаще обращаться к сайту Роспотребнадзора, на котором размещается самая актуальная информация. Причем, вот переходя ко второму вопросу по озеру, хочется отметить, что постановлением администрации города Красноярска, еще в 2015 году оно было издано, определен перечень мест, где запрещено купание. Причем в этих зонах, где размещаются вот эти водоемы, которые никем не эксплуатируются, там не проводится производственный контроль, там не проводится благоустройство, вообще там не проводятся те работы, которые необходимы для того, чтобы зона рекреации безопасно функционировала. Так вот, такой перечень, он есть в постановлении администрации города Красноярска. Причем там не только водоемы на территории Песчанки, про которую идет речь, но там и иные водоемы, которые на территории Ветлужанки, и на Рейдовой. То есть там исчерпывающий перечень водоемов, которые просто запрещено использовать. То, что касается Песчанки, в связи с тем, что люди, несмотря на те знаки, которые установлены, что купаться запрещено, и есть риск возникновения инфекционных заболеваний и их распространения, тем не менее, люди, несмотря на эти знаки, все-таки пользуются этим водоемом. Поэтому мы были вынуждены по вот этой ситуации еще дополнительно в адрес органов местного самоуправления администрации Советского района внести предложение с целью того, чтобы органами местного самоуправления был усилен контроль, чтобы была проведена работа с населением, и чтобы органы власти не допускали использования вот таких водоемов для купания. Ну, в общем-то, у Елены был третий вопрос, почему нельзя в некоторых купаться. Ну, я думаю, что мы, в общем-то, ответили максимально на этот вопрос. У нас есть еще один звоночек. Сейчас послушаем телезрители. Доброе утро. Как вас зовут и откуда вы к нам звоните? Доброе утро. Город Бороди, Тино. Меня зовут Анна. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, кому-то к обратиться по поводу благоустройства пляжа вот у нас в городе, в Бородилино, у нас единственный пляж возле озера, и там вообще не оборудовано, вообще ничего нет. Машины могут заезжать прямо вот к воде. Кому нам обратиться с этим вопросом? Каким властям? Анна, спасибо большое за вопрос. Спасибо большое. Да. Вот я начала с того, что зона рекреации, зона рекреации, она должна быть определена, нормативным актом органа местного самоуправления. За зоной рекреации должен быть закреплен хозяйствующий субъект, который должен проводить те работы, которые необходимы. А работа огромная, потому что санитарным законодательством предъявляются требования не только к качеству воды и почвы, про которые я вам уже сказала, да, но прежде всего к благоустройству территории, которая прилегает к водному объекту. А благоустройство территории начинается с подсыпки песка, с зонирования территории, с установления контейнеров для сбора бытовых отходов, потому что зона рекреации – это массовое скопление людей. Своевременный вывоз этих отходов. Должны быть кабинки для переодевания, должны быть общественные туалеты. Эта зона рекреации должна правильно эксплуатироваться и содержаться. Причем места общего пользования должны мыться, дезинфицироваться, должен соблюдаться противоэпидемический режим. Поэтому орган местного самоуправления решает, какая зона рекреации будет эксплуатироваться, и закрепляет хозяйствующий субъект. Все остальное, оно несанкционированное использование, и оно опасно для здоровья, и несет угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Светлана. Я напомню, что у нас в гостях Светлана Солощенко, начальник отдела надзора по коммунальной и радиационной гигиене управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Говорили о пляжах в черте города и рядом с ним. Да, ну а у нас на очереди, напомню, что стартовал проект на все четыре стороны. Вчера была его премьера, и, собственно говоря, сегодня уже вторая серия. Наши коллеги, наверное, правильно так, потому что они уже и корреспонденты, и ведущие, и все-все-все вместе взято, и еще и туристы. Плюс ко всему отправились на все четыре стороны, чтобы запоминалось название. И, собственно говоря, на сей раз, это, кстати говоря, Бородино. И вот Андрей Грибов там побывал, и, может быть, пляжей, конечно, он и не увидел, но будем надеяться, что в скором времени действительно они у вас появятся, будут благоустроены, оборудованы, и все будет хорошо. Но, тем не менее, увидел там много чего интересного.